Девушки отдыхают Девушки отдыхают В нашем регионе организуют их разные Совершенно силы Не только политические, но и профсоюзные И нам бы хотелось Понимать, зачем нужны Эти митинги, протесты После того, как Владимир Путин на прошлой неделе Уже все сказал И как воспринимается это в обществе Все решил Руководство к действию Все приняли и все начали уже Активно готовиться к тому Что женщины будут выходить на пенсию в 60 лет Мужчины в 65 лет Митинги, протесты, на что они могут повлиять Еще до второго чтения Законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве А второе чтение, напомним, должно пройти В осеннюю сессию Да, в конце сентября Если я верно помню, по-моему, 24 числа Но могу ошибаться В общем, точно в 20-х числах сентября В нашей студии Михаил Семенов Организатор митинга Который пройдет в ближайшее воскресенье 9 сентября В сквере у памятника Степана Халторина Михаил, здравствуйте Добрый день Добрый день Михаил волонтер штаба Алексея Навального в Кирове Штаб, напомню, работал с июня прошлого года По конец марта этого И Вадим Ананин Председатель Кировского рекотделения партии Парнас Добрый день, Вадим Вадим человек, который тоже является сейчас уже Как я понимаю, соорганизатором Или человеком, присоединившимся к тому митингу Который будет в воскресенье А на самом деле Вадим подавал уведомление Это так называется О проведении тоже митингов 9 сентября Но на других площадках И в проведении этих митингов было отказано Даже с запретом Запрет В чем разница? Прошли людям отказы и запреты Отказ это когда они мне предлагают другое место А запрещенные места это от религиозных От общеобразовательных, спортивных, торговых центров От 100 до 250 метров Это место запрещается То есть поэтому мы не можем с 2015 года проводить митинги и демонстрации В Кирове И нас посылают в Дороничи или в Коминтерн Давайте напомним, вы какие площадки заявляли? Так, я заявил театральную площадь А у мэрии Ну тут вуз рядом У мэрии Там госпиталь Госпиталь, да, рядышком И пенсионный фонд На площадке пенсионного фонда А там у нас что? Магазин Детский мир? Там Детский мир рядом, да Это я думал, ты пошутила Нет Это торговый центр Оказывается, что так оно и есть На самом деле не очень понятно тогда Если руководствуется такими соображениями Каким образом у нас митинги проходят на площадке в сквере у памятника Степану Халтурину Потому что памятник с одной стороны, извините, от этого сквера Спаский собор То есть культовое учреждение религиозное С другой стороны стадион Динамо И детская спортивная школа Что в общем-то тоже является нарушением То есть и там, и там, и там есть ограничивающие проведение митингов объекта И тем не менее площадка действует Я как бы не к тому, что сейчас Это потому, что горит А, все-таки эта территория, за ней статус закреплен Он закреплен, потому что это было раньше 2015 года Понятно Это было в 2013, а этот закон вышел в 2015 году Но прокуратура Обратная сила не имеет Он имеет, прокуратура уже писала заявление в правительство области Чтобы она нашла нам другую площадку Где? Где? Вот я не знаю Где ее можно найти? В Дороничу В каждой 100-200 метров Либо учреждение культуры, либо спорта В Дороничах там футбольное поле, обыкновенный пустырь В Дороничи никто не поедет, слушайте Мы же понимаем, что если говорить о площадке Куда хотелось бы, чтобы приходили люди И каким-то образом выражали свою протестную активность Или непротестную Там мнение свое просто высказывали Эта площадка должна быть в центре города В транспортной доступности Чтобы всем было удобно Ну на самом деле Гайдпарк, я считаю, нормальное место Это центр города И общедоступное То есть туда можно легко добраться Доехать Но ведь даже Ситуация-то в чем? Что и в Гайдпарке мне отказывают То есть они придумывают Например, придумывают организацию Что ранее меня подала заявку И с 7 до 22 она будет проводить мероприятия То же самое И вот штабы Навального Целый год запрещали на этом основании Что там с 7 до 22 эта площадка занята И зимой Ну вообще на самом деле, да, удивительно Я когда увидела, что акция согласована Да, митинг согласован Для меня это было, ну, в некотором смысле сюрпризом То есть мы привыкли к тому, что акции, которые Организуют сторонники оппозиции У нас не очень охотно согласовывают Как так получилось, Михаил? Михаил, да, как у вас складывалось на этот раз? Вы, я так полагаю, были удивлены, что Да, согласен Вам пошли навстречу Удивление у меня тоже было Но рассматривалось мною В любом случае два варианта И да, и нет Если бы нет, то что? Если бы нет, то, скорее всего Мероприятие Мною бы все равно было проведено Скорее всего так Опыт 28 января Тут тоже сказался Что отметить? Безусловно, решение я приветствовал Мы тоже его приветствуем Мне кажется, нет ничего страшного В том, что люди выходят выражать свое мнение Если они делают это мирно И без каких-то, не знаю О чем говорится в конституции Да Мирно, без оружия Выражают свое мнение На любые общественно значимые темы И вот произошло то событие Так называемая пенсионная реформа Которая действительно коснулась Ну так, образно говоря, каждого Это то событие, которое Не оставило никого равнодушным То событие, которое всколыхнуло Общество в России Тематика эта широко сейчас обсуждается И протестное движение Безусловно, к ней обратилось Оно не может это оставить без внимания Это на сегодняшний день практически тема номер один Что касается свободы собраний Безусловно, для города Кирова Я могу сказать, что и в других городах Похожа ситуация Где приняты на местном уровне Очень сильные ограничения Или, можно сказать, просто сплошные заградительные Не предоставляющие возможности По местам проведения Да, не предоставляющие возможности площадок Во-первых, нет выбора как такового абсолютно Во-вторых, город Киров Согласно документам Где обусловлено расстояние до значимых объектов Полностью покрыт Значимыми объектами Полностью покрыт Значимыми объектами И здесь Ну, еще пикеты Как-то можно Проводить Мы Как бы так скажем В какой-то степени Проводим А митинги более значимые Более массовые Более массовые, да Правильное слово Более массовые Да, вот Этот сквер У Степана Халтурина В какой-то борьбе В какой-то борьбе Получаем мы эту площадку Безусловно На фоне Многократных Обращений Мы получали Отказы, отказы, отказы Альтернативные площадки Они должны быть По крайней мере Правильно вы сказали В зоне доступности Но Коминтерн Дороничи Где площадки Саречный парк Еще по-моему Предлагали как-то У нас много лесов У нас много полян Но Ну Как бы так скажем В рамках разумного Все-таки Должно же все быть И Город Киров Здесь Я не думаю Чтобы не нашел Какие-то Значимые Открытые места Если Касаемо Митинга Планируем Проведение 0.9.09 Так мы его обозовем Назовем То подготовка Безусловно У нас шла Да Михаил Вот можно сразу Уточняющий вопрос Это была наша Кировская Инициатива Или это все-таки Какое-то Общероссийское Движение Такой Общероссийский Тренд У меня и к Вадиму Такой же вопрос Именно на 9 число Назначения Этой протестной акции Потому что Я вижу Что во многих Городах России Именно в день выборов Вот Выборы же у нас Теперь тоже в один день Проходят по всей стране У нас будут до выбора До выбора Где-то до выбора Именно в этот день В эту дату Планировалось Ну да Смотрите Дело в том Что мы с Михаилом Уже друзья Мы проводили митинги Года два Наверное вместе Все которые проходили Митинги Степана Халтурина Мы проводили с ним И еще с компанией Поэтому Мы конечно обсудили И все три площадки Которые я заявлял Об этом Миша знал Для этого Мне нужны были площадки Чтобы обжаловать В районном Первомайском суде Сейчас я подаю апелляцию В областной И буквально на той неделе Я договорился С представителем Юристом С АГОРы Есть такая Организация правозащитная Они это дело Будут отдавать уже ЕСПЧ То есть мне нужно Пройти две инстанции Первомайский областной Я их прошел Вернее областной Я думаю что я завтра пройду И мы сразу же Отдаем дело в ЕСПЧ То есть Европейский суд По правам человека На положительное решение Облсуда Вы не рассчитываете Нет конечно Нет У меня уже 30 исков Проиграно В том числе Областные И Первомайский И Ленинский район Это вы Протестовываете Отказ Вот по трем Этим площадкам На которые вы заявлялись Да Которые сейчас Я подаю СПЧ А 30 исков Это в течение Года Всего лишь года Я подал 30 исков И все проиграл Кроме одного конечно Ну давайте мы сейчас Небольшую паузу Сделаем паузу И вернемся Я хочу напомнить Что на нашей странице Вконтакте Есть опрос И вы можете В нем поучаствовать Открыто протестовать Против повышения Пенсионного возраста Когда я Этот вопрос Собственно Создавал Я не Имел ввиду Что вот именно 9 сентября Да Вообще Я полагаю Что еще акции Такие будут Проходить Будут Они уже анонсированы И в конце сентября Да В общем Без конкретного Какого-то мероприятия Этого Открытого выражения Протеста Три варианта ответа Буду Не буду Это бесполезно Уже все решено Немного человек Проголосовало Но все-таки 60% Говорят Что буду Это неплохо Ждем еще голосов Итак Давайте сейчас Сосредоточимся На том Что будет конкретно Происходить В сквере борцов Революции Девятого сентября Михаил Вы как организатор Во сколько начинается Кого ждете Программа Кто будет выступать Наше мероприятие Будет Начинаться В 14 часов Девятого сентября Напомню Это сквер Называется он Официально сквер Борцов революции Перекресток Казанской И Московской Да У памятника Степану Халтурину Повторюсь Территория Определена Как специально Отведенное Место Для проведения Массовых Значимых Событий Акция разрешенная То есть появление На ней Согласованная Согласованная Не будет грозить Никакими карами С администрацией Города Кирова Это значит Что будет обеспечен Надлежащий Уровень Безопасности В проведении Этого мероприятия И Здесь Скажу так Мероприятие Будет открыто Для всех Планируется Как и на любом Митинге Это использование Звукоусилительной Аппаратуры Формат Свободного Открытого Микрофона Желающие Смогут Сказать Собравшиеся Все Что они Думают Ну по поводу Главной темы По поводу Главной темы Это так называемая Пенсионная реформа Которая С нашей точки зрения Реформа Не является Единственным пунктом Это повышение Пенсионного возраста Причем Заметно Пусть и растянут Это во времени Но тем не менее Именно Поражает Так скажем Отсутствие Подробной информации О данной реформе И даже Первое лицо государства Выступая С так называемым Смягчением Назовем 29 августа На прошлой неделе В среду По сути своей Особенного Ничего не сказал Да Изменил Несколько цифр Как бы В лучшую сторону Если Берем место То оно нам Знакомо Здесь Площадка Вмещает До Тысячи Двадцати Человек Мы Тысяча Тысяча двадцать Тысяча двадцать Как это Посчитали Это Администрация Тогда Это исходя Из максимальной площади На одного Участника Есть норматив Там По-моему Вадим Мне напомнит Там два человека На один квадратный метр Но там на самом деле Больше Помещение Два человека На один квадратный метр Тесновато По-моему В документах Которые Вы подавали В администрацию Там же Насколько я понимаю Указано До тысячи человек Цифру Тысяча двадцать Такую Пограничную Барьерную Мы безусловно Не переходим А если больше Придет Вот сразу Я спрошу Вам Ничего не будет Вам это ничем Не грозит Если не будет Вооруженного Кого-то восстания То нам это Ничем не грозит Дай бог не будет Нет Нет Мы только Мирно Только Мирно Там же Металлодетекторы Будет стоять Конечно Рамки Я отдельно Спрошу про Эта Чем позже Металлодетекторы И количество Людей В форме Кто будет Открывать Митинг Кто будет В первую очередь Выступать В четырнадцать часов Ну так скажем Обычно организаторы Выступают Да Открытие Это Традиционное Так скажем В любом мероприятии Вещь Проходящая Далее Нет У меня На сегодняшний день Каких-то Специальных Заготовок Текстов И прочее 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 Но тем не менее Этот митинг Я думаю Что мы Озвучим Надлежащим Образом И В том видении Которое Мы имеем Альтернативные Даже точки зрения Могут быть Тоже высказаны Альтернативные То есть Если кто-то За Если кто-то За Он тоже имеет Право высказаться Аргументирует Да И здесь Ничего особенного В этом нет Главное Чтобы не побили его Потом Этого человека Но там будет полиция Я так понимаю Да Мы это Максимально Постараемся избежать Так Можно я уточню Дело в том Что у нас есть Оргкомитет Который Принимает решение Мы приглашаем В этот Оргкомитет Вошли уже несколько Партий И движений Мы приглашаем Это партия Парнас Движение Солидарность Есть у нас Представители Демвыбора Есть представители Партии Перемен Есть представители Партии Навального Россия Будущего Вот поэтому Мы все сейчас Вошли в этот Оргкомитет И мы Собственно Будем отвечать За этот Митинг Парламентская Позиция Уж простите За глупый вопрос Мы приглашаем Их То есть Если они придут Мы никого не выгоним Даже если придут С Единой России И ответит Да То мы тоже Дело в том Что я как либерал Я вообще говорю Что здесь ни цензуры Ничего не будет То есть можно приходить С любым плакатом Можно приходить С любой символикой То есть партийная символика Запрещена не будет Нет конечно Зачем Приходите С вашей символикой Это у нас в конституции Это в федеральном законе Самая разнообразная символика В любом объеме Все это Конечно Зачем ее запрещать Я всегда был против этого Поэтому если Человек приходит С своей символикой Если Да одно но Если это не запрещенная Организация Типа ЕГИЛ Нацбола у нас запрещена Организация Присутствует в реестре Запрещен В рамках Действующего законодательства И представители Собственно этих движений Они тоже могут Высказываться Конечно У нас же на этих митингах Которые я организовал В июле В августе Выступали коммунисты Выступали депутаты Городской думы Областной думы Ну я так понимаю Что вот открытый микрофон Как раз это и подразумевает Да Что после После каких-то Вступительных вот слов Нет скорее всего Открытый микрофон Это будет для Вернее Для участников Для граждан А если депутат Городской думы Мы сейчас У нас еще есть 4 дня Договориться Если он запишется И скажет Дайте мне там 10 минут Для выступления Мы конечно его вставим В первую очередь Предоставим 10 минут Наверное многовато Все-таки мероприятие 2 часа всего лишь Да 2 часа Нет В пределах 3 минуты достаточно Ну мы не будем ограничивать Депутат он профессиональный Оратор должен быть Он должен уложиться Нет смотрите Я считаю что мы не будем ограничивать По времени это не ограниченное Главное содержание Обычно у нас есть коммунисты Они могут и 20 минут разговаривать Они могут и 20 часов разговаривать Просто я хочу спросить Да Что всем предоставляете слово Но может так получиться Что кто-то явно будет Дело на себя перетягивать Кто-то выйдет 20 минут Все время красные на сцене Мелькают И сложится что это коммунисты Организовали Там еще Просто может такое случиться Регламент должен быть Собравшиеся 4 минуты выступления Кстати 2 года опыта Наверное Я что-то скажу Мы же 2 года Организован Поэтому у нас опыт есть И мы за это уже Отлично Я уже за это не переживаю даже Человеку лучше всего Все таки Если он хочет Выступить на митинге Как-то с вами связаться Предварительно Но если человек придет По зову сердца Так скажем Внезапно То да На этот митинг Это есть будет Свободный микрофон Он может подойти И высказаться Если он не записался Есть время митинга То пускай выскажется Да Хорошо Что будет дальше Будет ли принята Какая-то резолюция Будете ли вы собирать Какие-то подписи И если да То их дальнейшая судьба Нет Подписи мы собирать Никакие не будем В своей резолюции Мы отметим Что мы требуем Зарегистрировать Инициативную группу Созданную В офисе КПРФ Которая сейчас Я так понял Что пока еще Не зарегистрирована Инициативная группа По референдуму По референдуму По референдуму Да А вот тут у меня вопрос Я не очень понимаю Вопрос сложный С точки зрения законодательства Насколько я помню Недели полторы назад Обл. избирком Сообщал Что в Кировской области Уже зарегистрирована Инициативная группа И она может быть только одна И она может в регионе Быть только одна Дело в том что мы в резолюции Тоже будем сейчас Напишем Что мы требуем Не регистрировать Эту группу Потому что она Мы считаем Игре тролль спойлера Это фейковая Да Фейковая Потому что это Отставные люди некие По вашему предположению Ну конечно Декоративные люди То есть дело в том Что ведь Коммунисты Когда собирали в офис Там ведь приходили Не только коммунисты Там приходили И от нас люди Все приходили конечно И наверное из справедливой России были И наверное от ЛДПР они были Поэтому вот это и есть Инициативная группа граждан А не административная группа А разве возможно Отменить вот уже Существующую Скажем так Регистрацию А для чего у нас Есть суды А через суд А почему бы и нет Так не успеем же Ну то есть смысл проведения Пенсионного референду Возможно не успеем Возможно Эти административные группы Будут собирать подписи Но мы не будем вступать В эту группу административную Мы не собираемся им помогать В той группе мы собирались помогать В этой группе мы не будем помогать Понятно Это будет отражено в резолюции Резолюцию потом вы Да Резолюцию мы зачитаем На митинге И я думаю что большинством голосов Мы ее примем Примите И дальше ее куда Отошлем Можно сейчас какие-то основные моменты Этой резолюции Вот я говорил первый момент Чтобы отменить полностью То что было предоставлено В пенсионной реформе Которую сейчас затевают они Чтобы вернуть Все оставить как есть Потому что если бы Эту пенсионную реформу Как нужно было делать Ее нужно было За 10 лет начинать На самом деле Это уже проблема Назрела 10 лет назад Если бы аккуратно 10 лет назад Все бы это постепенно Как-то Начали готовить Общественное мнение К тому Что грядут изменения А не в течении года То есть вот У Путина был целый Карл Бланш От народа И он сейчас делает то Что он хочет А почему Потому что ему дали Карл Бланш Он объяснил 10 лет назад Было еще не время И даже 3 года назад В 15 году Было еще не время Благосостояние Какие времена Были 10 лет назад Помнишь Скорость доллара Между прочим 10 лет назад Точнее 11 лет назад Прекрасные были времена Нефть стоила Да Хорошо До кризиса Восьмого года Все было замечательно А сейчас Они просто хотят Стараются Латать дыры В бюджете И не знают Чем их латать еще Вот взяли пенсионные И ведь даже Если они сейчас Наших пенсионеров Обкрадут То все равно Бюджет будет бедный На самом деле Совершенно непонятно Как все это будет работать Я знаю Единственный Очень хороший способ Снять народное Недовольство И мы это с экспертами Уже обсуждали Решите что делать С накопительной частью пенсии Примите решение Что накопительную часть пенсии Наследники Могут получить Если человек Не доживет До пенсионного возраста Все Народное недовольство Сразу же снимется Потому что люди Основная претензия Как мне кажется Мы не доживаем до пенсии Зачем мы будем Всю жизнь платить И отчислять Вот Не знаю Ну ладно Хорошо Тебе надо идти на митинг Не надо Дайте Аня Микрофон Я согласен Согласен В резолюции Хорошо Будет значит Вот этот пункт О непринятии Предполагаемых И планируемых изменений В резолюции Будет пункт О регистрации Инициативной группы Настоящей Инициативной группы Что еще будет? Чтобы Вот эту административную группу Не регистрировали Не регистрировали Да Ну что у нас еще? То есть вот эти три основных Я думаю что Два Начало собственно Этого мероприятия В воскресенье В два часа дня И разрешенное время С двух до четырех С четырех С четырех до шестнадцати Да Продолжим наш разговор У нас подошло время рекламы Середина часа Через полторы минуты Мы вернемся Продолжаем наш разговор Михаил Семенов Организатор митинга Против повышения пенсионного возраста Митинг состоится 9 сентября В нашем городе Начало 14.00 Акция согласована Акция согласована Еще раз подчеркиваем Перекресток Московской и Казанской Сквер борцам революции Памятник Степану Халтурину Многие просто называют И Вадим Ананин Председатель Кировского Рекоделения партии Парна Сегодня мы с ними беседуем На какое количество Все-таки человек Так вот уже предварительно Вы рассчитываете Михаил Сколько придет То есть тысяча Это ограничение Верхние А вы как думаете И чуть позже Хотел бы затронуть Еще тему Официальной отчетности По данным МВД Столько-то собралось Нет, столько-то пришло Я думаю, нужно надеяться На эту тысячу На тысячу То есть мы проводили Уже с такой Клан максимум Это тысячи человек Это мы подразумеваем Такую цифру Безусловно Но мы выяснили уже Что если вдруг придет больше То организаторы Не пострадают И люди тоже не пострадают Конечно И площадка Она вместит Такое количество человек Без ущерба Для безопасности Согласование Процедуры Это не Как сказать Не только Та бумага Которую я Опубликовал В открытом доступе Согласование Это ряд мероприятий Связанных С Обеспечением Безопасности Собравшихся И здесь Безусловно Будет Со стороны Ну вот вы сказали Рамки будут Да На входе Вадим говорил Вадим говорил Будет Выделен Непременно Определенный штат Сотрудников Сотрудников Которые Будут Обеспечивать Порядок И на прилегающей территории Не только на территории Проведения митинга Но и на прилегающей территории И Сейчас Этому Уделяется большое внимание Безусловно В том числе Скорая помощь Ну надо понимать Да Вдруг люди Пожилые Ну и вообще люди Разволнуются Всякое может быть Конечно на таких мероприятиях Обязательно Да Присутствие медиков Мы Как бы так скажем Не думаем Что там будет Какой-то Очень сильный Накал эмоций Ну не скажите Но может быть Для этого И как раз И согласование И требуется Чтобы Исключить Любые Ну так скажем Эксессы Не штатная ситуация Мы Будем Работать Совместно Именно при проведении Митингов Будет представитель От администрации Города Кирова В его функции Входит Помощь Организатору Митингов Проведения Мероприятия И Само собой Сотрудник МВД Который Будет В тесном С нами Сотрудничестве Сотрудничестве Именно сотрудничестве Осуществлять Свои функции Всегда бы так было А сколько Сотрудников Правоохранительных Органов Будет на мероприятии Это решает Управление МВД Они исходят Из предполагаемого Количества участников Из этой заявки Там тысячи человек Они уже решают Просто я о чем спрашиваю Мне кажется Что для многих Это морально Не просто находиться Под пристальными взглядами Такого количества Правоохранителей И ФСБшников В штатском Которые безусловно Там присутствуют Вот мне лично Я видел Просто идешь Когда видишь Массовую акцию И когда Если посчитать По головам Примерно Иногда получается По одному сотруднику На одного пришедшего Да ладно Бывает У нас иногда Даже больше приходит Чем у нас Это как-то Извините Напрягает Ух я прошу прощения А как эти люди Себя ведут Мне очень интересно У нас пикет Из четырех человек Их стоит Человек десять Они рядом стоят Там возле дерева И я их считал То есть Десять-двенадцать Обычно И не вмешиваются Они просто со стороны Не вмешиваются Если это согласованный пикет Зачем вмешиваться Нет Здесь мне интересно Просто Большое количество людей 28 января Пришли Значит еще Там Десять-двадцать-тридцать Сотрудников В штатском Они как-то Рассредотачиваются Вот в этой Человеческой массе Хлопают Это радо Выступающим Нет Они стоят молча Они стоят молча Им нельзя Наверное Аплодировать Они стоят молча Но их видно Но они выполняют Свою работу Организаторы Я думаю Их давно знают Да Я их знаю И мне как-то Совсем не интересует Хорошо А то что граждане Я думаю Что Ну должны какой-то Психологический барьер Возможно Перебороть Согласитесь Он есть И у меня был В самом начале В этом ничего страшного Нет Нужно перебороть себя И прийти На самом деле Надо понимать Что если ты пришел На такую акцию Если ты ведешь себя Соблюдая закон Не делаешь никаких Противоправных Не предпринимаешь Никаких противоправных действий Тебе ничего не будет Ну посмотрят на тебя Что касается Видео Аудиосъемки Этих мероприятий Это все разрешено Но я имею ввиду Не журналистов Журналистам это разрешено Вы имеете ФСБ Им тоже разрешено Снимать все это Не-не-не А кого Простой участник пришел Ну вот кто-то пришел Захотел Вообще цензура у нас отменена Я всегда был против цензуры Вот еще у меня тогда Такой вопрос Вы говорили про технику Аудиотехнику Да Микрофон Звукоусиливающая аппаратура Да Мы нашли товарища Кто нам предоставит Две колонки Там генератор у вас будет Да-да-да С этим тоже проблем не будет Вы никому не запитаны Не будет такого Что раз И внезапно В процессе мероприятия Звук пропал Генератор нет На этот случай Есть резервная система У нас Аудиозвукоусиления Так называемая Автономная Акустическая система С радиомикрофоном И она у нас Имеется И В каком-то случае Мы можем ее использовать Так же точно Митинг подразумевает Именно формат Проведения акции Митинг подразумевает Использование Звукоусилительной техники Кроме того У нас есть еще мегафоны То есть В этом вообще Проблем технических нет Проблемы Я считаю Знаете В чем больше Для меня Личное значит В том Что у нас нет Ораторов Которые Могут выступить Вот типа Навального Типа Яшина Да То есть ярких Харизматичных ораторов У нас немного Проблема Воспитать в себе Такого оратора Я пытаюсь Я себя воспитываю Но я не оратор И я больше организатор И даже Большой душевный порыв Вам в этом смысле Конечно Да Надо задружиться С коммунистами Потому что У них есть Люди способные 20 минут говорить Не надо сейчас Про коммунистов Дело в том Что либералы И с коммунистами Никогда не сойдутся Это же больше Сталинисты Чем коммунисты Поэтому мы никогда Мы всегда будем Против сталинистов Но вы не против того Чтобы они появились На вашей мете Пенсионная реформа Касается всех граждан Коммунисты Они тоже наши граждане Нашей страны Если они придут И выступят Против пенсионной реформы Ради бога Приходите с флагами Они не запрещены Еще у меня вопрос Смотрите Мы задавали По партийной символике Вопрос А теперь у меня вопрос По плакатам Лозунгам Фотографиям Многие участники Приходят Они конечно у нас В Кирове Может не такие креативные Как в Москве Выходили в 2011 году Но тем не менее Надписи на плакатах Каким-то образом Регламентируются Или нет Не будет А если это будут Надписи нецензурного характера Это уже будет административное Или уголовное дело Это уже дело В отношении человека Который принял Это уже Мы Я отлично Не буду Вы как организаторы Не несете за это ответственность Или несете Да нет конечно Несет ответственность тот Кто принес запрещенный плакат Я почему спрашиваю Вот буквально недавно Отчаясь Проходило там сотрудники полиции Подошли что-то Просили убрать К вам это подходило Ко мне же подошли У меня был Негстремистский нормальный плакат Дело в том Что ко мне подошел Организатор этого митинга Из профсоюзов И попросил убрать этот плакат Я с ним не согласился Он подозвал полицию И я понял Что на самом деле В законе прописано Что если организатор Просит убрать ваш плакат То вы должны его убрать Иначе Это нарушение закона И я убрал Я его свернул Убрал Но лично Я так не буду делать Вот если человек придет С Нецензурным содержанием Плаката Нет подождите Это важно Вот это сейчас важно Важно разобраться Просто на такие акции Приходят иногда и семьи С детьми И детьми в том числе Несовершеннолетние Цензурное Это уже нарушение закона Вы как организатор Будете подходить И просить убрать У нас человек 10 будет Который отвечает Именно за порядок У нас же тоже есть команда Не думайте Что мы одни с Мишей Не-не-не Поэтому Исполняем наши просьбы Мы обращаемся К сотрудникам МВД И просим их Устранить Да мы сами попросим Сначала подойдем Если мы увидим Что это нецензурный Или это запрещенный Какой-то плакат Мы попросим убрать его Свернуть А иначе это будет Ему же будет наказание Ну понятно От греха подальше Что называется Да И я так понимаю Что Потеряла мысль А я хотел еще у Михаила Спросить Потом некая все-таки Отчетность будет формироваться Куда отчетность Вы имеете ввиду Тему фантазинга Я имею ввиду Ну как Оно же мероприятие Это под собственно Общероссийское же Оно 9 сентября 0-9-0-9 Да-да Безусловно Отчетность куда Отчетности Никак Кому мы отчитываем Мы же не подочитывали люди Мы же граждане Кому мы отчитываемся Слушайте Как хорошо Вот всегда вот так Никому не отчитывались Даже мне Наверное региональные движения ЛДПР коммунисты Которые проводят У них понятно Мы просто привыкли Что официальные партии Всегда отчитываются Перед кем-то Нет Они провели Нет Смотрите Даже я представитель Парнаса Я могу написать Пресс-релиз И моя партия Может разместить На своем сайте Пресс-релиз Но это не отчет Это не отчет Это все Наверное Пресс-релиз Это просто информация О том Что мероприятие состоялось Это пиар Скорее всего Не отчет Еще такое свидетельство Еще одно того Что собственно Мероприятие организовано Люди пришли Такие-то Звучали Слова на нем И так далее У нас пару минут Остается Давайте поговорим О том Что будет впоследствии Уже после 9 сентября Ваш план Так скажем До нового года Что еще В конце сентября Может быть Вы тоже что-то Протестные планируете Потому что Второе чтение Будет в 20-х числе Безусловно Давление Нужно оказывать Митинг Это определенное давление Конечно Митинг Это форма Формирования В какой-то степени Общественного мнения И мы продолжим Эту работу И В обоих направлениях Вот у меня вопрос Тот который я задавала В самом начале Зачем Уже все решено Если большинство Большинство жителей страны Полагает Что Владимир Владимирович Уже все решил Зачем митинги На самом деле Я тоже согласен Это выпуск пара На 99% Путин решил Ему кардбланш Дали уже лет 18 назад Ну лет Пускай 10 назад 8 лет Может он еще и правил По нормальному Вот Поэтому я думаю Что Путин уже решил И мы уже ничего Не сможем сделать 99% Но 1% Тоже что-то влияет И ради этого 1% Я буду выходить Я буду протестовать Это лично я И призываю всех Делать так Михаил Вы тоже позиции Придерживаетесь Я не скажу Что Мы Ничего не можем Изменить 1% Согласен Это Небольшая цифра Но Здесь На мой взгляд Что Проведение митингов Тем более Сейчас Очень активно Идет Так скажем Волна митингов Проводят ее Различные партии Организации И объединения Я скажу Что Мы Формируем У Граждан Определенное отношение К митингу Не как Нечто Особенное А как Стандартный ход При Каком-то Неправильном решении В руководстве К примеру Да Происходит какое-то Событие И человек Выходя на митинг Должен Осознавать Что он Первое Имеет На это Право И что Он Свободен В этом праве Это Основное Это Может быть Я ведь Я вот это выразился Но это Нет Мы поняли Надо воспитывать Гражданскую активность Вот эти все вещи Да Не нужно быть Равнодушным Пусть даже С убеждением Каким-то Что Это Ничего Не Значит Это Ничего Не Изменить Но У меня Есть Такое Право Я могу Им Воспользоваться И я Им Пользуюсь Еще один вопрос Участие Какой категории Людей На ваш взгляд Было бы Особенно Таким Значимым Ценным Я имею ввиду Молодежь Среднее поколение Среднего возраста Пожилые люди Представители Каких-то Профессий Определенного Социального Статуса Или тут Вообще Безограничений Сформировалось Такое мнение Отчасти Правильно Что сторонники Алексея Навального Это школьники Молодежь Не соглашусь С этим Тому пример Лично я Скептически отношусь Человек Безгода 50 Тем не менее Вот Именно Это событие Так называемая Повторюсь Пенсионная Реформа Она коснулась Именно тех Кому 50 Кому Чуть-чуть Не до 50 Так скажем Или чуть после Да Которые уже полностью На себе Ищутят Собственно Они Полностью На себе Реализацию Это люди Которые начинали Работать в 90 Годы Я напомню И уже Пережив Своей жизни Одну реформу Тем более Это коснулось Тех Которые В так называемом Предпенсионном Возрасте Находятся Здесь же Получается Просто Для них Едва ли Не состояние Стресса Тот человек Гипотетически Который Завтра Собрался Выходить На пенсию Он себя Морально К этому Многие десятилетия Это у нас Менталитет Такое Это мышление Это стремление Любого практического Человека Выйти на пенсию Так скажем Несколько секунд У нас осталось Да Так вот Он узнает Что его выход На пенсию Откладывается На Н срок На 5 лет Ну там Полное решение Но тем не менее Градации В общем А этих людей Вы ждете Молодежь Вы тоже ждете Да конечно Все Среднего возраста Вы ждете Ограничений По возрасту У нас Просто нет Мы же либералы Да Спасибо Но я думаю Ань Мы с тобой На данном этапе Свою миссию Выполнили Мы организаторов Пригласили Мы людям Рассказали Самое главное Мы сказали Что это акция Согласованная Ходить на нее Безопасно Дальше уже Людям выбирать Самим Никто вас не принуждает Благодарим Михаила Семенова Вадима Ананьина Прощаемся С первым часом Заканчиваем Вернемся В начале Следующего Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому